Тогда давайте включаем запись. Да, коллеги, всем добрый вечер. Спасибо, что подключились на наш семинар. Сегодня мы обсудим наши новые публикации. Публикация Дарьи Мальцевой и Владимира Батагеля «Collaboration between authors in the field of social network analysis». Она уже опубликована в журнале «Scientim Metrics». И статья Тамары Щекловой, Дарьи Мальцевой и Арюми Ким про блок-моделинг для анализа социальных структур. Она опубликована в журнале «Социология 4М». И начинаем мы со статьи по блок-моделингу, правильно? Коллеги, а кто? Давайте я могу сейчас секундочку. Хорошо. Как хорошо, когда есть другие коллеги, на которых всегда можешь положиться. Думаю, что это именно они расшарят презентацию. Я хочу чуть-чуть, может быть, сказать, что мы решили, что рассказывать про то, что написано в статьях, прям дословно, это, наверное, не очень интересно. Потому что вы сами можете посмотреть эти публикации, остановиться там, где, может быть, что-то не совсем понятно, там, где хочется что-то получше там разобрать. Поэтому мы решили, что основной упор мы хотим сделать именно на таком как бы опыте публикационном. Поэтому хочется действительно рассказать про вот эту вот дорожку, которая привела из пункта А в пункт, я не знаю, в З, наверное, потому что там по пути было очень много других пунктов. Коллеги, скажите, листаются странички, да? Да, да. Такие моменты, когда-то мало ли. Но про содержание тоже расскажем, чтобы было хотя бы понятно, о чем статья, и как бы интересно было ее поизучать. Так, ну давайте я тогда, наверное, начну, раз я запустила презентацию. Вот, первая статья, блок-моделинг для анализа социальных структур, теоретические методологические основания, которую, собственно, мы с Ареной и Дашей написали, и она была недавно опубликована, посвящена, как можно догадаться, теоретическим методологическим, соответственно, основаниям блок-моделинга. Вот, ну и давайте немножко тогда как раз про историю вообще публикации этой статьи. Когда-то в далеком 2019, мне кажется, что это было очень-очень давно, Даша, по-моему, была на каком-то занятии по йоге, да, и ей пришло озарение, что вот Арина там занимается блок-моделингом, у Тамары есть какие-то, то есть у меня, да, есть какие-то интересы в этой сфере, и она предложила скопироваться нам всем и написать какую-то статью для российской аудитории, потому что наши научные руководители, например, из лаборатории, да, Аннушка и Влада, они очень хорошо эту тему проработали, у них там и книжка вышла, посвященная всему пути становлению вот этого метода, да, а в российской литературе практически ничего не было на эту тему. Вот пока мы писали статью, мы нашли всего там один или два примера применения блок-моделинга, а уж если говорить про какой-то такой более методологический подход, где рассказывают про то, что это такое, да, и как этим пользоваться, вообще ничего не было. Поэтому вот мы решили написать такую вводную статью, которая бы ознакомила российскую аудиторию с методологией блок-моделинга. И начали это мы в сентябре 2019-го. Думаю, так, сейчас месяца за три, мы все быстренько напишем, опубликуем, пройдем опу, и все будет классно. Вот. Ну, где-то как бы мы не успели это сделать к январю, понятное дело, ой, к декабрю, понятное дело. Но вот уже через полгода там где-то в мае мы финализировали наш текст. У нас получилась очень большая статья, мне кажется, больше, чем на 40 страниц, да, печатанных, вот, вордовских. Мы ее разослали коллегам. И Аннушки с Влада показали, и вот Дашу, моему научному руководителю по аспирантуре показали, чтобы вообще понять, насколько эта статья хорошая. Правильно я говорю, Даша? Да-да, но он просто редактор журнала «Социус», и казалось, что мы как раз пишем в «Социус», что это правильное место, да. Ну, тут как раз написано. Что нам сейчас порекомендуют, может быть, что-то можно улучшить. Вот, и в итоге мы поняли и с помощью, соответственно, комментариев наших предварительных рецензентов, что хорошо бы эту статью разделить на две части, потому что там очень такая насыщенная методологическая часть, описательная, и достаточно много текста про пример, да, который мы приводим в статье. Поэтому мы переписали ее немножко, переделали. У нас получилась часть методологическая и часть такая экспериментальная, где мы рассказываем про практическое применение метода. и отправили там через месяц это все в «Социус». В августе к нам пришел «Revisory Submit», о том, что что-то здесь не так, да, то есть были некие придирки к тому, как сформулировать, как мы увязывали теорию с методологией, да, то есть мы пытались там провести какие-то мосты между тем, как социологи подходили с позиции структурализма к пониманию вот этого всего и пытались ввязать это с сетевыми методами, с блок-моделингом, но, в общем, что-то редакторам там не понравилось, поэтому мы пришли к тому, что нужно там теоретическую часть подсократить, сделать вставку сделаю, что для этого была прочитана книга «Надала», которая как бы вот Аннушка с Владой посоветовали ее как, ну, короче, что вот эта книга как раз является там одной из первых попыток на теоретическом уровне обсудить, что такое блок-моделинг, и вот самое интересное, что как раз вот они, как те люди, которые блок-моделингом занимаются, они увидели очень большую ценность в том, что мы вот как бы попытались эти идеи увязать. Вот, однако же вот коллеги-ревьюеры этой ценности не увидели, вот, и нам пришлось, ну, дальше Тамара расскажет. Да, пришлось серьезно урезать эту часть теоретическую, которую, кстати, мне кажется, можно в отдельную статью все же в итоге вылить в итоге. Вот, значит, мы сократили теорию, к этому моменту пришел ревайсер со мной по второй части. Если честно, я не помню уже там, какие к нему комментарии были. А я помню. О, давай, Арюна. Я помню. В общем, я вспомнила, что вообще изначально у Даши в Шабасане пришла идея, что мы вместе пишем статью, потому что у Тамары есть интерес к блок-моделингу, а у Арины есть данные, с которыми она этот блок-моделинг пытается как-то выкрутить и применить. И в процессе того, как мы этот блок-моделинг уже запустили на моих данных, мы поняли, что очень большой объем статьи уходит просто на описание вот этих новых данных, которые нигде не опубликованы, никто о них не знает. И, в общем, так удачно получилось, что мы связались с коллегами из Питера, поскольку у них есть очень похожее исследование, они также применяют какой-то один из видов блок-моделинга частично в своей работе. Это анализ петербургских социологов на основе их публикаций и совместных аффилиаций. Мы решили использовать эти данные, так как эти уже статьи просто уже описаны, уже понятно, как они собраны. И, собственно, вот к тому моменту, ноябрю, когда у нас уже две статьи лежали в соцсесе, они почитали вторую статью и сказали, что тоже слишком детализированно вы описываете все. В принципе, основное же уже было написано в оригинальных статьях у Соколова и коллег. Давайте вы сократите и вторую статью и не будете такой детальный анализ приводить и приписывать каждые дополнительные структуры. Давайте вы все вообще сотрете и все соедините вообще в одну единую коротенькую статью, типа с методологией и с примером. И вот мы тогда, я помню, что сели и стали думать, стоит ли это делать все. Да, мы сели и стали думать, что же нам теперь делать, потому что изначальная задумка, она как будто бы стиралась, и в статье, которую нам предлагали напечатать в соцсесе, не было вот этой задумки познакомить с методологией. Поэтому мы решили, что если забросить идею в соцсесе, мы отправим статью прямо в методный, так сказать, журнал в социологию 4М, где как раз ценятся методологические всякие наработки. И поэтому мы переформатировали опять нашу статью под требования нового журнала. И, грубо говоря, уже там больше, чем через год после начала работы над статьей, отправили две статьи новые, заработанные в социологии 4М. Через месяца 4, да, к апрелю, нам пришел ревайсерисадмит, то есть, что статьи можно принять к печати, но необходимо там как-то доработать что-то. Мы начали эту доработку. И вот примерно до октября 2021 года у нас были периодические такие переписки с редакцией, когда мы что-то доделывали, отправляли им, они нам высылали какие-то правки. Ну вот наконец-таки там в октябре 2021 года у нас пришел acceptance, что нас принимают, все классно. Но даже после того, как уже статья была принята и вроде бы все финальные правки были внесены, в январе к нам все равно обратилась редакция с тем, чтобы внести какие-то стилистические правки. То есть там вплоть до списков литературы они придирались, и вот все странички, мы там проставляли все номера. Мне кажется, это был самый такой кропотливый опыт работы над статьей лично у меня. И в марте наконец-таки первая статья была опубликована. Вторая все еще ждет своего часа, но поскольку она уже как бы одобрена, думаю, там тоже только стилистические правки останутся. Вот такой вот путь. То есть кажется, что а, сейчас мы быстренько напишем статью, превращается в итоге практически там три года работа над темой. Это было интересно, это было классно, но иногда нужно закладывать чуть больше времени. Да, я уже рассказывала про то, зачем мы эту статью решили написать, для кого и почему. Ну и немножко тогда про то, о чем это, что это за методология, буквально такую краткую вводную, а дальше вы уже можете прочитать у нас в статье, о чем это. Да, то есть что такое блок-моделинг? Это метод кластеризации, который специально был разработан для анализа сетевых данных, поскольку он учитывает позиции и роли, которые вершины, да, играют в сети. То есть он делит вершины, объединяя их как бы не по там близости нахождения, а по той роли, которую они играют. То есть если у них похожа структура связей, они будут объединены в единый блок. Вот. Соответственно, если представлять это в виде матриц, которые отображают в сети, можно увидеть это таким образом. Если в матрицах есть много пересечений, да, то они будут представлять блок. Если пересечений нету, блока не будет, то есть он будет нулевым, точнее. И если есть какие-то смешанные пересечения, да, где часть единиц связана, часть нет, это будет регулярный блок. И вот таким объединением у нас получаются позиции и блок-модульинг, соответственно. А вообще методология основана на концепции эквивалентности, то есть того, насколько, соответственно, вершина и позиции в сети похожи друг на друга. Есть эквивалентная структурная, есть регулярная. Да, вот до этого у нас были там блоки, в том числе регулярные, то есть те, которые имеют, ну, если не такой же паттерн связи, да, то хотя бы похожие связи между вершинами. И в нашей статье мы описываем подходы к блок-моделингу. В общем, в таком широком разделении они делятся на прямые и непрямые. Непрямые подходы основываются на поиске степени, в которой акторы друг другу структурно-эквивалентны. Это такие, наверное, начальные этапы блок-моделинга. Это подходы конкора и структур. Дальше уже был разработан прямой подход блок-моделинга, который представляет, что сетевые данные могут соответствовать какому-то количеству идеальных блоков. И в соответствии с вот этим количеством идеальных блоков уже происходит разделение на основе как раз-то эквивалентности. И может быть тоже несколько различных видов. Блок-моделинг, основанный на структурной, на регулярной эквивалентности, обобщенный блок-моделинг, который учитывает и то, и другое. Предефайн, так сказать, предварительно заданный блок-моделинг. И много различных видов тоже существует. Вот какие-то мы как раз в статье в нас описываем с примерами. Вот. Ну и вообще хочется, да, сказать, что у методологии блок-моделинга есть большой потенциал как раз для анализа структурных отношений. Существует достаточно много пакетов, которые позволяют это делать и программных, и пакетов программирования, да, то есть на языке Python-R. И блок-моделинг можно использовать как в научных целях, да, разрабатывая в том числе какие-то методологические дальше направления, так и применять к практическим данным. Вот как раз-таки у нас в следующей статье, которая планируется после вот этой вот методной, будет пример того, как мы анализировали группу социологов в Петербурге, да, то есть как они коллаборируют, как они взаимодействуют и вот какие группы там получаются. Не знаю, может быть, Арина, расскажешь сейчас немножко про то, что у нас планируется, да, либо потом уже проект будет почитать. хорошо. Планируется и очень ожидается, что у нас выйдет следующая статья, она такая идет в продолжении вот этой первой методной такой с описанием методологии, вот как раз к ней прикрепляется такое очень подробное описание, описание, как можно эту методологию применять, очень подробно описывается, какие именно шаги мы делаем, как мы пытаемся смотреть на полученные структуры, с какого подхода мы пытаемся эти структуры анализировать. И вот в сущности, чем интересен этот подход блок-моделинга, что благодаря разным вот этим подходам, прямым, непрямым, в сообщество, в его структуру можно погружаться с разной глубиной. Можно, да, посмотреть в общем и целом на кластеризацию групп в каком-то сообществе и в целом ее описать. Можно погрузиться в каждую группу и посмотреть еще более подробно, еще более так дробно и отметить какие-то особенности в структуре каждой подгруппы. Вот. Вот это я бы, наверное, добавила. Вот. А так ждем следующей статьи нашей. Ну, а я бы еще добавила то, что на самом деле как бы говоря о вот этой следующей статье номер два. Ну, нет, вообще в целом надо сказать, что идея нашей вот этих двух статей была в том, что мы подробно очень прям специально расписываем всю кухню, да, чтобы это не было так, что там, типа, мы использовали метод блок-моделинга, СМЭ, и там ссылки на работы там Аннушки Влада и других исследователей, да, то есть чтобы у российских исследователей был прям такой очень понятный, было понятное описание, как эта методология работает. И вот во второй статье мы решили, что мы прям специально очень подробно по всем шагам пишем. Кстати, это как раз и была одна из как бы такой критики к нам, да, что мы очень пытаемся как бы вот эту кухню очень все показать, но как бы это и была наша задумка, почему мы ушли от идеи публиковаться в соцсети, потому что они хотели все-таки, чтобы мы, ну, они считали, что это очень-очень подробно, вот, а мы считали, что нам хочется, чтобы можно было открыть статью, идти по ней и со своими данными реально сделать что-то подобное, а не просто увидеть какое-то классное исследование и сказать, что, ну, как бы я не понимаю, как это делать, вот. И вот как раз мы взяли эти данные, которые были до этого анализированы методом Concorde, это один из методов тоже блок-моделинга, прямой блок-моделинга, вот, но что интересно, мы нашли те же самые блоки, только мы смогли посмотреть на них как бы еще глубже, то есть мы внутри этих блоков, там три блока, ист-вест, ист, короче, ориентированные на запад, ориентированные на восток, социологи, и кто-то, как бы кто находится между ними, да, вот, и мы в каждой из этих групп смогли найти еще подгруппы, и там довольно интересные структуры такие выявляются, например, там какой-то в одной из групп есть такой bridging actor, то есть человек, который всех связывает, он связан со всеми в этой группе, вот, и имея возможность посмотреть там на аффилиации, да, мы понимаем, что человек занимает какую-то определенную позицию, ну, высокую, да, в смысле его должности, вот, на самом деле, кажется, что мы, ну, как бы, с одной стороны подтвердили результаты коллег, а с другой стороны смогли чуть глубже посмотреть, в общем, кажется, что очень классно получилось, и мы очень довольны этими двумя работами, вот, хотела добавить. Да, спасибо, Даша. В общем, с методологической частью уже можно ознакомиться, практическая часть ожидает своего часа, а мы, в свою очередь, хотим поблагодарить наших научных руководителей, которые очень чутко и с вниманием читали все наши рукописи, которые мы им отправляли, давали очень ценные комментарии, и, в общем, мне кажется, только благодаря им статья получилась такой вот, ну, не только благодаря им, но во многом благодаря им статья получилась такой вот именно основательной и, мне кажется, очень выверенной, поэтому ей можно доверять. На самом деле, да, я еще вот вспомнила, когда Тамара рассказывала, что наша коммуникация с тоже редколлегией, ну, в смысле, с редакцией журналов «Социология 4М», она же тоже привела к тому, что мы там задали какую-то классификацию методов, то есть есть разные подходы к блок-моделингу, и мы попытались эти подходы как бы разложить тоже на полочке, то есть изначально у нас такого, может быть, у самих не было понимания того, как там внутри все устроено, но именно благодаря тому, что вот как бы нас просили, мы спрашивали об этом Аннушку и Влада, они нам что-то там рассказывали, делились тоже какой-то литературой, и кажется, что вот, ну, статья-то очень сильно выиграла, вот, мне кажется, что даже не везде, ну, в зарубежных статьях можно найти такое, как бы понятную классификацию, в общем, хорошо, что мы это сделали, вот, и так тоже из забавных фактов, ну, наши научные руководители, они, ну, живут в Словении, соответственно, они говорят на славянском и на английском языках, но еще там на итальянском, еще каких-то других, вот, но не на русском, но Влада прекрасно читает на русском, и он вычитывал нашу, наш текст на русском языке, и даже делал какие-то правки, ну, в смысле, правки там к грамматике, вот, это очень-очень забавно, вот, ну, да, согласна, что, ну, здорово, что у нас есть такой, как бы, пруф со стороны вот наших научных руководителей, и, ну, они, мне кажется, сами тоже с большим, ну, как бы, очень хорошо приняли вот эту идею, потому что, ну, получается, что мы вот эту методологию все разработали, мы все-таки ее представляем в неком другом сообществе, которое могло с ней быть незнакомо, вот, это тоже ценно, это такое, как бы, расширение их аудитории, вот, и, собственно, Влада нас один из первых поздравил с выходом этой статьи, видимо, он подписан на все, что там возникает, что все, что публикуется со словом блок-моделинг, да, он прислал нам поздравления, вот. Ну, и, наверное, тут, дополняя Дашу, да, можно сказать, что, несмотря на то, что путь публикации был сложный и непростой, да, как раз за счет того, что много было разных ревьюеров, мы получили много фидбэка, и на основе этого фидбэка мы старались улучшать статью, поэтому, хоть это было сложно и долго, да, но зато получилось очень тщательно и с там, с учетом различных нюансов, что кажется тоже классно. Так что приглашаем к прочтению. Вот, тут у нас получается, ну, мы можем потом куда-нибудь скинуть в чат ссылки, да, если, хотя мы, мне кажется, уже присылали. Мне кажется, в тексте анонса, в принципе, были ссылки на сами инфляции, поэтому, если кому-то. Ну, короче, если что, это можно найти, да. Ну, хорошо. Может быть, у кого-то есть вопросы по этой части? Ну, если нет, то мы можем перейти к, тогда я скажу давайте про другую нашу статью. Вот, она как раз написана в коллаборации, статья о коллаборации, написанная в коллаборации с Владимиром Батагелем с авторством, вот, и она опубликована в журнале Science and Metrics, вот она вышла в апреле, и тоже хочется рассказать про ее путь, вот, и потом я, в общем, хотела бы, наверное, чуть-чуть полистать просто эту статью, какие-то, может быть, моменты отметить, вот, а так, тоже по запросу могу прислать ее полную версию, ну, в смысле, по запросу, потому что если ее просто сейчас гуглить, то она стоит 34,5 евро, вот, естественно, у меня есть эта версия, и мне кажется, я в чат ее тоже скидывала, но если вы вдруг проглядели, то, конечно, тоже могу, вот, ну что, вот тут публикационный процесс был тоже довольно интересным, но на самом деле, наверное, не таким тернистым, как с прошлой статьей, но тут тоже было, фигурировало два журнала, вот, вообще надо сказать, что начали мы работать вообще над этим проектом, когда я оказалась на стажировке в университете Любляны в 2017 году, вот, в 2018 году мы собрали данные, то есть в 2017 мы поработали там над какими-то определенными темами, вот, в 2018 году мы собрали данные по всем публикациям по теме social networks, вот, и стали работать с этим датасетом, вот, вместе с ПАДом, и получается, что вот сейчас, ну, на момент выхода вот этой статьи у нас уже опубликованы статьи про, как бы, анализ сетей цитирования в поле сетевого анализа, да, где мы можем смотреть на основные работы в поле сетевого анализа, то есть если вы хотите быстро погрузиться в тему, да, то есть понять, что там является важным, что там основным, самым цитируемым, вот, можно посмотреть эти работы, да, и понять, как бы, как развивались топики, то есть что было важным в определенные периоды времени, в каких дисциплинах развивался сетевой анализ, вот, потом у нас вышла статья про анализ ключевых слов, тоже в поле сетевого анализа, и там мы как бы глубже посмотрели на темы, на тематики, которые возникали, вот, и это не только область социальных наук и физика, да, как бы, такое есть базовое разделение на две части, условно, физики и лирики, да, оказалось, что там, естественно, очень много других тематик, вот, потом у нас вышла статья по журналам, в которых публикуются статьи про анализу социальных сетей, вот, и это тоже, как бы, позволяет нам говорить о том, какие дисциплины, в каких дисциплинах у нас развивается сетевой анализ, вот, ну, и, в общем, остались еще для анализа авторы, которые публикуют статьи по теме сетевого анализа, и вот эта статья, она как раз посвящена авторам, вот, посвящена их коллаборацией, то есть это со-авторство, совместное сотрудничество, да, совместная работа над статьями, вот, у нас есть еще одна статья, вот, про нее давайте тогда расскажу, когда завершу рассказ про эту статью, вот, ну, то есть мы с разных сторон пытаемся рассмотреть полис сетевого анализа, да, посмотреть там на работы, на ключевые слова, журналы, авторов, и каким-то образом сформировать единое представление о том, что вот в полис сетевого анализа происходит, вот, и, в общем-то, поэтому я написала, что мы начали работать на статье в 19-м году, хотя на самом деле тут все уходит еще вот в этот 18-й год, вот, но потом у нас в июле 19-го года была летняя школа, посвященная библионетрическим сетям, анализу библионетрических сетей, вот, и идея была в том, что мы после, ну, как по итогам этой летней школы мы готовим специальный выпуск статей участников летней школы, вот, и мы на тот момент договорились с журналом Network Science вот, о том, что это будет специальный выпуск, посвященный, там, сетям в науке, вот, и он будет, в Network Science он будет, вот, и, соответственно, после летней школы мы стали готовить статью, и, я тут чуть-чуть, а, нет, я все правильно, все правильно сказала, сейчас, секунду, у меня тут, мне кажется, апрель, май, август, пневмор, нет, все, все корректно, в общем, в общем, вот эта вот история про, нет, мне кажется, что я что-то тут немножечко напутала, прошу прощения за вот это вот, на короче, на таймлайне тут немножечко не так, но суть в том, что, когда мы, ну, мы решили, что мы пишем статью в специальный выпуск, потом у нас написалась статья, а тем временем с специальным выпуском была какая-то такая заминка, то есть было непонятно, когда мы должны статью отправить, что мы должны с ней, ну, то есть, как бы, не было понятно какие-то дедлайны и понятные сроки, вот, поэтому мы решили, что мы отправим статью в Journal of Informatrix, и да, я почему-то, у меня почему-то тут совсем вообще выпал 20-й год, мне кажется, я тут что-то, хотя я проверяла все по, ну, смотрела в кабинете автора по журналам, ну, ладно, суть в том, что мы не дождались приема в Special Issue, и мы отправили статью в Journal of Informatrix, вот, и нам оттуда вот в 20-м году, то есть, соответственно, через, почти через год после летней школы мы отправили статью, вот, и нам очень быстро, то есть, мы в апреле отправили, вот, а в мае нам, ну, очень быстро пришли комментарии от главного редактора, вот, и мы в письме редактору писали о том, что вот эта статья может быть, как бы, может рассматриваться, как практическое применение методологии, которая описана в другой статье, у нас с Влада также есть статья про временные сети Temporal Networks, вот, и, которая как раз опубликована в Journal of Informatrix, вот, и, то есть, это вот как идея того, что есть методология, да, и вот мы предлагаем, практически, как бы, мы показываем, как эта методология может применяться на практике, вот, в нашей статье, вот, и казалось, что главный редактор очень как-то хорошо воспринял эту идею, вот, эту статью, но он попросил внести, как бы, небольшие комментарии, ну, то есть, где-то там чуть-чуть побольше описать про другие методы, ну, то есть, это было прям, казалось, что она ему понравилась, и он просит, ну, как бы, сразу ее чуть-чуть там поправить, чтобы уже отдать на ревью, ну, как бы, с тем, что хорошая статья, вот, и мы быстро внесли эти правки, вот, а потом мы отправили в, ну, как бы, повторную версию, вот, и в августе мы получили reject из Journal of Inframetrics, и это было большим удивлением, и Влада говорил, что он удивлен, потому что, как бы, казалось, что вроде бы ее как раз очень хорошо приняли, вот, все, что здесь вот про Journal of Inframetrics, оно относится к 20-му году, вот, я поняла, в чем тут ошибка, вот, и дальше статья, как бы, получила reject, я как-то ее поправила по, там, комментариям, которые мы получили от редакции Journal of Inframetrics, вот, отправила ее Влада, вот, а дальше у меня случился личный трек в виде вот этого маленького мишки на картинке, вот, родился Марк, я была в отпуске какое-то время, и получилось, что мы только, там, больше, чем через год, мы обновленную версию отправили в SantaMetrics, это было в октябре этого года, прошлого года, вот, и на наше удивление уже в январе пришло ревью, где были какие-то довольно небольшие, предложены небольшие корректировки, вот, и 23 марта, вот, ну, в смысле, мы сделали эти изменения, отправили, и вот уже 23 марта получили подтверждение того, что статья принимается, и 19 апреля, вот, она уже была опубликована онлайн, и когда-то она будет опубликована уже в виде, собственно, печатной статьи, вот, то есть тут тоже трек получился такой, как бы, с идеей в 19-м году, да, и идея в том, что это будет другой журнал, вот, потом, как бы, по ходу мы решили, что, ну, раз этот журнал пока не собирает статьи, мы отправим в другой журнал, вот, тот журнал нас отверг, и, в общем, получилось, что это уже третий журнал, который мы рассматривали в Санитометрикс, но на самом деле наши предыдущие статьи в Санитометрикс тоже опубликованы, вот, но как-то хочется выйти за пределы этого журнала, да, и чтобы, ну, какие-то другие, какую-то другую, может быть, аудиторию тоже зацепить, вот, ну, в общем, это, наверное, про процесс, takes time, вот, а дальше, наверное, у нас, можно, наверное, сразу показать комментарии, кстати, не? Не, давай, давай, вот как раз эти комментарии, тут, ну, несколько таких просто прикольных, наверное, моментов было, вот, первое, это когда Влада первый нам написал о том, что опубликована статья, вот, то есть он узнал об этом даже чуть раньше, чем мы, потому что нам не написали такое письмо, что статья опубликована, а он вот как-то это отследил, вот, потом, там, примерно в то же время было тоже очень мило, что там меня поздравляет подруга, которая живет в Америке, и вот оказывается, что она открывает социологию 4М, видит нашу статью, и как раз вот радуется, что у нас она вышла, вот, а про статью, про коллаборацию, тут тоже надо сказать, что, ну, тоже вышло интересно, что, ну, она оказалась, когда прислали письмо, потому что она опубликована, очень быстро пришло письмо от одного из таких сетевых исследователей знаменитых, вот, и он прислал письмо мне, Аннушке и Владе, о том, что, ну, то есть, они как бы и так хорошо знакомы с Аннушкой и Владой, но он написал, что, как же так, все это время, почему же мы не коллаборировали, вы такие прекрасные друзья и авторы, вот, я в восторге от вашей статьи, вот, и я отправляю это, как бы поделиться, вот, Тамаре и Арюне, на что Тамара присылает, или Арюна, кто-то, Арюна, да, присылает скриншот о том, что, видела, что вот этот же исследователь, Моузис, что он опубликовал ссылку на нашу статью в группе Computational Social Science, вот, он ведет эту группу, много там всего публикует, вот, но он написал, что это wonderful paper, but to wonderful authors, вот, и это на самом деле настолько, как бы, ну, то есть, вот этот путь, он такой тернистый, он такой сложный, и ты сидишь иногда там по ночам и думаешь, боже мой, когда-то, вот, будет ли это когда-то вообще опубликовано, и там, сколько сил надо потратить, вот, но в такие моменты, на самом деле, это так приятно, что люди вокруг, да, замечают твою работу и как-то даже ей делятся и приглашают к каким-то новым коллаборациям, вот, в частности, там, на этой неделе мы должны с этим человеком созвониться вместе с Влада и поговорить про какие-то возможности того, что мы можем вместе делать, вот, и кажется, что это очень классный такой тоже способ промоушен, да, такой, вот, и особенно это ценно в нашей, в нашей теперешней ситуации, да, как бы, вот, когда тебе вдруг прилетают какие-то приглашения посотрудничать, вот, это очень здорово, вот, и я хотела бы показать статью, вот, если мне, а, все, сейчас я могу, сейчас, секунду, вот, ее тоже, я думаю, что, ну, короче говоря, оказалось, что у меня и презентации новой нету на, по этой статье, вот, и в целом, кажется, что интереснее, наверное, будет ее почитать, я просто хотела бы, наверное, сейчас показать какую-то общую структуру, да, рассказать чуть-чуть, вот, тут, в общем, как бы, одним из вкладов, опять же, да, по ревью, одним из вкладов в эту статью было, наверное, ее такое лучшее структурирование, то есть, комментарий, который мы получили из журнала Journal of Informatrix относился к тому, что очень много всего выглядит как какой-то репорт, да, такой насыщенный, и непонятно, какая основная идея, нет какой-то истории, да, вот то, что Аннушка любит говорить о том, что в статье все время должна быть история, но мы считали, что у нас есть она, но, в общем, видимо, это не очень там считывалось, вот, и мы постарались как-то структурировать, как-то вот сделать какие-то вводные описания, да, там, что в этой части будет там про вот это, тут будет вот это, и как бы как-то это все упаковать, вот, и недавно, когда я эту статью перечитывала, перечитывала как раз вот перед, там, ну, вот эти редакторские правки смотрела, да, там надо было ответить на какие-то вопросы, ну, короче, перед прям публикацией я перечитывала, и я, знаете, как бы это такое чувство, когда ты, ну, какое-то время не видел свою статью, это уже чуть-чуть подзабыл, что там в ней было, ну, то есть, как бы как оно именно сделано, я читала, как будто бы как, ну, такими другими глазами, я думаю, вот это здорово, вот это вот прям классно тут, как мы хорошо тут сделали, вот, в общем, тоже приятное очень чувство, вот, в общем-то, вот я говорю, что одним из таких, ну, обновлений, да, стало то, что мы попробовали, как бы разделить вот эти наши результаты, которые мы получили, на разные уровни, да, то есть у нас есть макроуровень, на котором мы смотрим на глобальную структуру, вот характеристик активности публикационной и какие-то основные тренды коллаборации в поле сетевого анализа, вот, потом у нас есть мезоуровень, да, и мы там можем посмотреть на какие-то группы, которые складываются в поле сетевого анализа, авторов, которые друг с другом коллаборируют, ну, и, соответственно, дальше мы опускаемся на микроуровень, и там мы можем смотреть на, как бы уникальных, на единицы, на конкретных авторов, которые являются наиболее продуктивными или, например, больше всех склонны коллаборировать с другими. И можем посмотреть на их индивидуальное поведение, и в том числе на индивидуальное поведение во времени, на изменение во времени. Это позволяет делать вот этот подход Temporal Quantities, который разрабатывает вклады в итоге в настоящее время для анализа темпоральных сетей, сетей, изменяющихся во времени. Надо сказать, что есть достаточно большое количество работ, которые пытались посмотреть на поле сетевого анализа, но мы считаем, что мы все-таки вносим тут какой-то вклад, потому что часто это были публикации, которые относятся к одному журналу или какая-то небольшая совокупность статей, посвященных какой-то конкретной тематике. Или это только статьи из social science, или это только статьи из сетевой науки, в которой больше представлены компьютерные науки, физика. То есть такие hard sciences. И если почитать вот эти работы, то, конечно, складывается такое впечатление того, что... Тут подробно это все описано, но я просто кратко скажу, что выделяются, как правило, там есть разделение на две группы ученых, которые редко смотрят друг другу в глаза. Это social sciences и network science. Но надо сказать, что все-таки сейчас, наверное, ситуация начала меняться, и мы все помним в S&Belt прошлого года, который назывался Networks 2021, где как раз была попытка объединить вот эти две группы ученых. И кажется, что ситуация сейчас будет меняться. А мы предположили, что помимо вот этих двух группировок, которые можно выделить, есть еще какие-то другие группы, и нам как раз интересно выделить их, и посмотреть, какой тематикой эти группы занимаются. Ну, тут подробно описана процедура сбора данных. Сети, собственно, построение сетей. Я в это вдаваться не буду, но в целом мы довольно часто про это уже говорили на наших методологических семинарах. И если интересно, можно найти, вот у нас во вкладке «Семинары» есть записи предыдущих семинаров, где что-нибудь про библиотерический анализ мы и школу проводили на эту тему. Так что про это я не буду устанавливаться. А про результаты скажу тоже довольно не очень много. То, что, с одной стороны, когда мы говорим про распределение работы авторов в этой сети соавторства, которую мы построили, мы, собственно, тут наблюдаем такие процессы как раз с этого макроуровня. То есть мы смотрим в целом и в общем, какая ситуация существует. И вот мы можем видеть количество авторов в работах. И тут интересно все время посмотреть на эти выбросы, которые имеются. То есть понятно, что у большинства авторов, у большинства работ там несколько авторов. Но есть, например, такие кейсы, когда мы нашли работу со 126 авторами. Я ее даже специально открыла. И на самом деле это discussion on the paper by Hankook, «Рейфери и Тантру». И тут есть даже наши, ну, многие известные нам авторы, в том числе Владимир Батагеля, Анушки Фрилевой. Вот тут 48. Нет, 126, я, извините, это работа из области биологии. А тут вот 48 авторов из области социального сетевого анализа. То есть такие интересные открытия похода. Вот еще нам очень нравится вот это вот распределение, которое мы с Владой сделали. Вот тоже там были несколько, был несколько итераций, и ревьюеры тоже нам помогли. Вот, но суть в том, что мы очень хорошо можем видеть, как менялось количество статей, опубликованных разным количеством авторов во времени. Да, мы можем видеть, что если там в 80-е годы около 70% публикаций были написаны одним автором, мы видим, что к настоящему времени это примерно 10%. Вот, и, конечно, растет количество статей, написанных тремя-четырьмя-пятью, и даже большим количеством авторов. Конечно, это показатель того, что, ну, и наука поменялась, да, и включились новые области наук, да, такие как вот те же самые там физические науки и биологические, компьютер-сайенс, да, то есть там часто действительно другие практики публикаций, не как в социальных науках, вот, поэтому такой интересный тренд мы можем наблюдать. Вот, и тут еще интересно посмотреть на авторов... Сейчас проверну. Самым большим, ну, такие most prolific authors, которых мы называем, вот, с наибольшим количеством работ, и тут также у нас подсчитан общий плат работы и коллаборативность, так называемый индекс коллаборативности, то есть то, насколько автор, ну, как бы, часто взаимодействует с другими авторами, когда он пишет публикации. Ну, то есть мы можем видеть, например, что Латкин, у которого там 130 работ, у него индекс коллаборативности 75%, то есть 75% случаев, да, его работы написаны в соавторстве с другими авторами, вот, или, например, там можно его сравнить с Юманом, или даже, например, с Робертом Бертом, у которого тоже довольно много работ, но там тот же самый этот индекс 22, да, то есть он в основном пишет, ну, в одиночку. Вот, ну, тут это тоже можно потом поразглядывать, да, посмотреть, если это интересно. Вот, и... Также мы вот использовали этот подход темпоральных характеристик для того, чтобы смотреть на каких-то конкретных авторов. Мы выделили 10 авторов, за которыми... Ну, и сейчас... Да, 10 авторов. И мы смотрели на различные характеристики, на примере этих 10 авторов. То есть вот этот наш микроуровень, он, ну, понятно, что невозможно посмотреть на каждого автора, да, поэтому мы, ну, каких-то очень таких из... Ну, на основании этой таблички, опять же, да, выделяли очень ярких представителей нашей дисциплины. Вот, и можно видеть, да, что вот тут, например, это продуктивность, количество работ в год, и видно, да, что для разных авторов разная история, да, то есть там сравнить тоже с того же самого Ньюмана, у которого работают, стали появляться только там в 2000-е годы, например, с Дорианом, который с 70-х годов присутствует в поле сетевого анализа, и при этом у них примерно одинаковое количество работ по факту, да, то есть как бы просто Ньюман очень активно и много пишет. Вот. Ну, я не буду, наверное, на всех этих рисунках останавливаться. Вот. Тут можно это все поизучать. Вот. Скажу, что вот на этот мезоуровень, то есть мы, да, мы понимаем, как посмотреть на макроуровень, это общее статистическое распределение. На микроуровне, да, мы можем выделить каких-то конкретных авторов, какие-то конкретные узлы, которые являются наиболее такими продуктивными, да, наиболее видными в нашей сети. Вот. И, соответственно, на мезоуровне мы можем выделить подгруппы авторов, и мы тут как бы тоже использовали разные подходы, да, опять же, возможно, там для других исследований тоже будет интересно посмотреть, как бы какие существуют вообще подходы к тому, чтобы выделять вот эти подгруппы, вот, как правильно делать. И тут вот мы сравниваем, собственно, ну, мы использовали подход островов, Island's Approach, вот, и выделяли самые большие острова, да, ну, тут, соответственно, не очень много у нас, ну, содержательно получилось результата, потому что самые большие острова, это не всегда острова, ну, в смысле, подгруппы в сети, да, это не всегда, как бы, те, у которых там действительно большой вес и там действительно какие-то популярные знакомые нам авторы, вот. Потом мы можем посмотреть на острова с самым большим весом связей и острова для каких-то авторов, которых мы будем выбирать сами. Вот, ну, в общем, тут показано, как это делать, да, и описано, вот, то есть в каждом случае мы выделяем какие-то подгруппы и смотрим, ну, как бы, содержательно, чем эти подгруппы авторов занимаются. Вот, ну, в общем, это вот такие картинки, которые можно с интересом разглядывать, я думаю, да, выделять тут каких-то авторов, которые нам знакомы, да, смотреть на их структуры, вот. Вот, и вот еще интересно, что мы сделали, мы потом нашли, ну, как бы, мы взяли тоже, как бы, для примера три больших острова, три больших подгруппы в сети. Это была группа, которая представлена, ну, условно, да, Вассерманом, да, это группа исследователей из социальной части сетевого анализа Донбаром. Там было 16 авторов, это такие психологически направленные, психологически и, наверное, вот, как-то, может быть, биологически направленные исследования Ньюман с 13 авторами из области физики. Вот, мы потом посмотрели на ключевые слова, которые характерны для каждой из этих групп, вот, и на журналы, в которых опубликованы работы авторов из этих групп, вот. Вот, и, на самом деле, этот подход довольно интересно позволяет описывать вот эти подгруппы, да, то есть мы можем понимать разницу между этими группами, то есть понятно, что social network analysis, да, это такие слова, которые всегда встречаются, но при этом в каждой группе присутствуют какие-то свои слова, которые очень хорошо описывают ее деятельность. Вот, ну, в частности, да, Гассерман – это, там, statistical regression, exponential block model, power markov, markov chain, да, equivalence, correction, вот. Вот, и у Ньюмана, например, там, complex networks, да, world, small world, веб-интернет, random collaboration, у него есть, как раз, все, не коллаборации. Вот, и у Данбара – это слова, которые, там, говорят про эволюцию, human, size, brain. Ну, это как раз автор, который, ну, предложил такую идею, что мы можем поддерживать не более 150 контактов активно. Вот, ну, короче говоря, это, ну, действительно, довольно интересно. Ну, и, соответственно, журналы тоже отличаются, да, тут social networks, а у Ньюмана, его группы, там, physical review, и, вот, и у Данбара – human nature. Вот, ну, короче говоря, это хороший подход для того, чтобы как-то, ну, разделять подгруппы, да, то есть понимать, кто про что, да, то есть мы же не всегда по именам знаем, кто чем занимается, вот, а тут мы можем по ключевым словам так вот посмотреть. Вот, ну, в общем-то, наверное, все. Я еще хочу вот подчеркнуть, что мы, ну, всегда, когда работаем над статьями на английском языке, мы используем помощь, обращаемся за помощью в Центр академического письма. Вот, и тут нам тоже помогал наш proofreader Дэвид Каноли. Вот, у нас уже с ним такая тоже коллаборация сложилась. Ну, вот, и, конечно, это очень классная возможность того, что у нас есть такая, ну, что это очень классно, что у нас есть возможность обращаться в Центр академического письма, потому что комментариев про английский язык в моих ревью я никогда не встречала. То есть есть комментарии про что угодно, но английский язык всех устраивает. Вот, ну, и, конечно, обе наши статьи опубликованы в рамках проекта поддержки базовых исследовательских программ, которые реализует Высшая школа экономики. Вот, тут я, наверное, тоже уже готова закончить. Вот, если какие-то вопросы есть, то можем обсудить. Да, тоже очень такой непростой, нелегкий, недолгий, вообще, наоборот, долгий такой путь от замысла до публикации. Вот. Вообще, наверное, интересно было бы посмотреть вообще, как в среднем бывает. Я, кстати, решила, что, ну, поскольку статей уже там ни одна и ни две, что надо реально где-нибудь там заводить таблицу и прям трекать каждый шаг, да, со статьей, потому что, ну, реально потом очень интересно посмотреть на то, там, когда она, ну, как быстро реально у тебя ушло, сколько времени ушло, там, задумки до реализации, потому что с некоторыми статьями все довольно быстро получается. Угу. Вот. Ну, и, на самом деле, тут еще важно понимать, куда ты пишешь, да, то есть, если это журнал, вот как, что и в случае с «Социологией 4М», да, и в «Санта Метрикс», это журналы, которые, ну, действительно, как бы пишут, то есть, это прям вот для них статья, и понятно, что ты минимизируешь таким образом, ну, вероятность того, что что-то пойдет не так, если все не примут. То есть, очень хорошо выбрать, ну, нужно очень хорошо выбрать журнал. Тамара, извините, я тебя перебила, ты что-то хотела сказать? Я хотела сказать про процесс трекинга того, что происходит с твоими статьями, но на одном курсе в аспирантуре как раз семинарист показывал, как он отслеживает свои публикации, и там у него, да, Рюна тоже в курсе, вот, у него какая-то статья, в общем, началась, там, условно, не знаю, в 2005, например, году, и получилось так, что прошло там уже 8 лет, а она до сих пор еще не опубликована, и вот такие моменты, они немножко демотивируют, но кажется, что не стоит бросать начатое, потому что если ты уже потратил 8 лет на статью, нужно ее все-таки, наверное, добить. Ну, тут еще суть в том, как бы, есть ли, теряют ли свежесть данные, на которых статья написана, ну, то есть вот у нас, например, по блок-моделингу такой проблемы особо не стояло, потому что мы взяли уже использованные данные, да, вторичные, ну, и просто как бы показываем, как мы делали анализ. Вот, а в нашем случае данные 2018 года и как бы уже 22-й год, и уже как бы немножечко это, кажется, что в поле сетевого анализа уже вышли новые публикации за это время, да, по крайней мере за три года, и, наверное, там уже что-то новенькое тоже есть, вот, поэтому, конечно, это надо все делать быстро, вот. Да, ну, учитывая, как долго идет весь процесс рассмотрения «Реджект» в одном журнале и, не дай бог, в следующем журнале, ну, вот так это и происходит, так года и идут. Ну, да, да, у меня как раз с одной статьей было так, что полгода в одном журнале ее читали, а потом полгода в другом, а потом написали, типа, у вас данные устарели, извините. Вот, в общем, ну, да, ну, это процесс такой, что делать. Ну что, коллеги, я нас поздравляю, мне кажется, что хорошие, хорошие результаты, вот, и, в общем-то, хочется, чтобы таких результатов было больше, мы очень сильно стараемся, вот, чтобы у нас выходили статьи, вот, и, наверное, очень хорошая тоже практика, и я думаю, что надо вот завести такую традицию по каждой новой статье, реально делать семинар, который будет не совсем про содержание, а скорее про, ну, так вот, такой психотерапевтический, так как бы вот закрыть гештальт, рассказать про то, ну, как оно было, да, там что-то чувствовал. Мне кажется, это очень классно, реально, ну, рассказывать про работу исследователей еще и с такой стороны, вот. Да, очень классно. Вот, коллеги, есть еще какие-то вопросы, комментарии? Ну, кажется, нет. Вот, ну что, давайте тогда потихонечку завершать. Да, я остановлю запись. Ага, спасибо.